Приветствую вас, Ксения. Смотрите. Проблема в том, что изначально ваши отношения построены на том самом принципе добивания. То есть того, что мужчина добивается женщины. Того, что мужчина делает какие-то шаги, чтобы женщине повоевать. А после того, как это происходит, мужчина считает, что больше ничего делать не должен. Вам вот еще в этом смысле повезло, что молодой человек достаточно искренне об этом говорит. Он достаточно искренне говорит о том, что я себя добился. Мне делать больше ничего не надо. Вот. И это на самом деле так. Мужчина серьезно считает, что он вас добился и что делать ему больше ничего не нужно. Для этого. Для того, чтобы вас удерживать рядом с собой. Он не боится вас потерять. Он считает, что он нас добился и завоевал. И вся суть в том, что происходит такая ситуация, происходит такое развитие отношений из-за отсутствия конкурентности у людей. То есть, мужчина не был самим собой, когда завоевывал вас, вы не были самим собой, когда завоевали вас. Либо кто-то из вас не был самим собой. Ну, очевидно, что мужчина не был самим собой, потому что он вас завоевал и все, больше он как бы так себя уже не ведет. Проблема заключается в том, что со стороны того, кто завоевывает, идут чрезмерные усилия. А со стороны того, кого завоевывают, идет не совсем адекватная оценка себя. Не совсем адекватное, если угодно, восприятие себя. И возникает, как бы, расхождение во взглядах. Вы почему-то думаете, что человек всегда будет вести себя так, как он вез себя, когда вас завоевал. А молодой человек почему-то думает, что вы будете вести себя так, чтобы вас завоевали. Вы теперь покорные, подчиненные и благодарные. Конечно же, это является ошибкой. Здесь вполне уместно поднять вопрос о том, почему вы допустили тот факт, что вас завоевывали. И почему вы выбрали такого мужчину, который вас завоевывает. Получается, что вы в некоторой степени влюбились, если вы своего молодого человека любите, в отношения к вам. То есть, вы любите именно отношения молодого человека к вам самой. Потому что оно, это отношение к вам, скорее всего, выгодно, характеризует вас даже. То есть, суть заключается именно в этом. Да? Потому что есть субъективные причины, то есть, ваши собственные причины, по которым вы выбрали человека склонного завоевывать женщину. Да? Ну, склонного завоевывать девушек. Вот. А это, в свою очередь, отношает в некоторой степени субъективное отношение, опять же, к ним. К девушкам, я имею ввиду, конечно. Вот. Если вы влюбляет в отношения к вам парня, то вполне можно предположить, что у вас к самой себе отношения не очень. То есть, в известной степени вы относитесь к себе обесценивающим в той или иной ситуации. И вам, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно отношение мужчину к себе. Вот, собственно, на мой взгляд, именно это и является проблемой. То есть, проблема в том, что вы не самостоятельны, сами по себе, к сожалению. Вот это есть трудность. И это то, что необходимо корректировать. Это то, что обязательно нужно корректировать вам свое отношение к себе. Делать его более ценностным, делать его более самодостаточным, если угодно. И прочее, прочее, прочее. Вот. Это очень важно. Соответственно, с мужчиной самим по себе делать ничего не нужно. Потому что мужчина, он такой, как он есть, его бы не переделать. По крайней мере, до тех пор, пока у него не появится мотивация что-либо менять в своей жизни. А чтобы мотивация появилась, то необходимо как раз таки что-то изменить вам. И менять я предлагаю то, нехватку чего вы ощущаете, нуждаясь в том, чтобы вас злоёвывало. Это может быть всё, что угодно. Начиная от желания быть за мужчиной, ощущение себя в роли ведомой, а не равной. Это страх личной ответственности, неуверенность в себе, нежелание реализовываться и прочее, прочее, прочее. То есть тут нужно, конечно, выяснять, что именно больше подходит. Ну, как бы, под вас, да? Что именно больше к вам относится. Скажем так. Вот, это важно и принципиально. Вот, примерно, примерно так. Ваша позиция, ваше поведение полностью определяет мужчину, то есть какое поведение у вас, какое поведение у мужчины. Если вы занимаете пассивную роль, то мужчина, мужчина занимает роль более активно, активно. Я имею в виду глобально, не в частности. То есть если вы скромные, то мужчина более такой, более ярко выраженный, да? Вот, если вы склонны подчиняться, мужчина склонен командовать, ну и прочее, прочее, прочее. Самым простым вариантом для вас решения проблемы было бы вспомнить, как вы себя вели, когда только познакомились. Вот. Параллельно с этим, определив, для че... Почему вам не хватает приятных ласковых слов от него? Как вы себя чувствуете в этот момент? Именно, как вы себя чувствуете и почему? Ну и как видите, мужчина отрицает ваши чувства, рядов и говорит, что придумываешь там все в таком духе. Здесь нужно освоить правильные техники бесконфликтного общения. Этому вас может научить специалист. Вот. Ну то есть, именно вот, при общении с ним, вы сможете научиться адекватно выражать свои эмоции так, чтобы человек не смог их объяснить. При этом не обвиняя, да, не оставляя партнёров, что очень важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...